Сейчас к нашему эфиру присоединяется Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Так, вот имеем уже эту дату назначенного рассмотрения этого дела, 8 ноября этой осенью. Что скажете в целом, насколько важное и долгожданное это событие? И что скажете о позиции России, которая, по сути, до сих пор отрицает юрисдикцию ЕСПЧ в рассмотрении иска Украины и называет это дело политическим, а не правовым? Ну, следует отметить, что этим вопросом у нас занимается Министерство юстиции. И даже с такой позиции Российской Федерации нам важно в суде показать и задокументировать те преступления, которые Российская Федерация совершила за это время. Кроме того, эти преступления также будут увидены всем миром, и это уже будет доказательная база преступлений Российской Федерации против Украины. Кроме того, правительство России и руководство, оно не вечно, поэтому после того, как будет сменено руководство, Украина сможет отстоять свои права и предъявить их Российской Федерации. Денис, и давайте детальнее поговорим о том, что происходит сегодня в Крыму. В Крыму российские оккупанты приговорили жителя Симферополя Станислава Стеценко к 12 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене так называемой России. Об этом отчитались в ФСБ, там выкладывают кардеры задержания этого человека, считают его хобби, а он радиолюбитель и авиаспоттер, слежкой. И, по сути, как говорят в ФСБ, работой на украинскую разведку. Что скажете об этом деле и в целом о репрессиях к Крыму? Ведь так могут за что угодно привлечь. Тут следует отметить, что Россия так пытается сформировать образ врага с вооруженных сил Украины. Кроме того, они понимают, что при приближении вооруженных сил Украины к Крыму может быть сопротивление только возрастать. Поэтому такими шагами они запугивают местное население. Следует отметить, что задержание гражданина Украины было полтора года назад и только решение суда было недавно. Притом оно максимально возможное, что также демонстрируют как шаг запугивания. Также демонстрация того, что могут привлечь сейчас за все, что угодно, является и статья за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, за которую привлечено к административной ответственности на территории Крыма граждан Украины уже более 270 человек. При этом и привлекает за все, что угодно, за прослушивание украинских песен, за украинскую символику, украинскую литературу. Поэтому, да, сейчас репрессии на территории Крыма усилиются, поскольку оккупант ожидает наступления вооруженных сил и понимает слабость своих позиций. Денис, действительно, Станислава Стыценко задержали в 2021 году, сегодня уже 23-й год на календаре. Скажите, в каких условиях содержатся такие узники? Что известно об их судьбе и вывозят ли их, возможно, с полуострова в какие-то другие российские колонии? Ну, во время следствия узники, которые по российским, как они считают, тяжелым статьям, это шпионаж, вошь измена и терроризм. Следствие над ними ведется на территории Российской Федерации, то есть их вывозят с территории Крыма. Но следует отметить, что большое количество сейчас содержится и в СИЗО номер два в городе Симферополе. В основном это жители новооккупированных территорий Запороска и Херсонских областей. При этом условия их содержания ужасны, поскольку большое количество их содержат без соблюдения всяческих минимальных норм. Кроме того, именно условия содержания являются также предметом давления на людей, которые имеют собственную политическую позицию. Так, в последние дни информация о том, что при ознакомлении со своим делом теряла сознание Алина Даниловича, она просила просто минимально оказать ей медицинскую помощь, в чем ей было отказано. Это журналистка, которая накануне, да, она огласила о голодовке? Да, общественная журналистка, которая вчера огласила из-за этого голодовку, сухую голодовку, поскольку ей полностью отказано в оказании медицинской помощи. Денис, а уточните, пожалуйста, имеют ли доступ к таким узникам правозащитные организации Украины или же международные организации? К сожалению, предоставляются свои юристы, предоставляют Российская Федерация, но по политическим делам от них отказываются, потому что мы понимаем качество этих услуг. Также правозащитные организации Украины стараются найти вместе с родными адвокатов, которые дают качественную помощь. Но даже в некоторых случаях они не имеют доступа к своим клиентам. Кроме того, задержаны, которые снова оккупированы в территории, то информацию про них Российская Федерация вообще старается не распространять, и ее узнают только другие задержаны, которые могут передать через своих адвокатов. Денис, вы уже сказали о том, что оккупанты понимают, что контрнаступление вооруженных сил Украины неизбежно. Давайте сейчас с вами еще о настроениях в Крыму поговорим. Месяц назад были сообщения, что коллаборанты бегут из Херсонской и Запорожской области в Крым. А в украинской разведке совсем недавно заявили, что уже оккупационные так называемые власти Крыма и командование российских военных сейчас уже активно пакуют свои чемоданы и тоже готовятся покинуть остров. Действительно ли понимают, что деоккупация с приближением лета неизбежна? Тут следует отметить, что такую информацию оккупационная администрация старается припрятать, но в последние дни появилась информация о том, что увеличилось количество поездов, как пассажирских, так и грузовых, на территорию Крыма. Это они объясняют тем, что увеличивается туристический сезон. Но также следует отметить, что фиксируется, что после взрыва Джанкой из Севастополя начали отменять брони и вообще отказываться от отдыха на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому мы можем понять, что вот это увеличение количества поездов может быть использовано как раз для эвакуации. Кроме того, по информации о количестве вывезенной продукции из территории Крыма, оккупационная администрация заявила о увеличении этих объемов. И если посмотреть, то, что они вывозят, это зерновая продукция, то есть это фактически они сейчас стараются максимально вывезти зерно, которое накупилось на территории Крыма и было ввезено в Крым с новооккупированных территорий. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также говорили о том, что россияне сейчас пытаются распродать свое жилье на полуострове. Скажите, известны ли цифры вообще, сколько было приобретено наших украинских земель, участков, квартир за вот эти 9 лет оккупации? Ну, следует отметить, что доступа к реестрам они всячески ограничивали, особенно последние годы, именно для того, чтобы не было сложно документировать. Но также, исходя из политики, которую реализовывала Российская Федерация о замещении населения, и фактически около 800 тысяч граждан Российской Федерации приехало в Крым, они также приезжали в Крым и по созданным им условиям, в том числе и предоставления льготного аккредитования или бесплатного жилья, так военные медики, учителя приезжали в Крым и получали жилье. Поэтому количество таких людей и такого жилья, которое сейчас россияне хотели продать, оно значительное, но конкретно сказать цифры сейчас сложно. И давайте с вами еще обсудим заявление, которое звучит из уст фейкового главы полуострова Аксенова. Он заявил, что квартиру президента Владимира Зеленского они собираются сейчас, как у них принято, отжать и кем-то заселить. Насколько, собственно, распространена практика за эти 9 лет оккупации схемы отжима имущества, которое принадлежит украинцам? Ну тут следует отметить, что вот эта информация, которая распространена Аксеном, это скорее направлена на внутреннего пользователя, поскольку положительных новостей с поля боя у них отсутствует, поэтому они стараются их перекрыть другими новостями, которые бы создать некоторые информационные поводы. Что касается национализации недвижимости, то этот факт появился после полномасштабного вторжения, после февраля 2022 года. До этого была ситуация с 2019 года, что национализировали земельные участки, которые принадлежат гражданам Украины. Что касается количества таких сделок, нам неизвестно, но известно, что с 2014 года гражданско-правовые сделки, которые касаются недвижимости и имуществом, то их около миллиона. Поэтому все они после возвращения Крыма, их не владельцы имеют право их опротестовать и рассматривать заново в судебном порядке или вернуть в судебные процедуры, смотря как будет принято решение. Денис, расскажите, пожалуйста, о военной активности в Крыму сейчас. В Главном управлении разведки звучали сообщения о том, что оккупационные войска боятся действительно контрнаступления, и поэтому на полуострове сейчас перерываются пляжи, строятся новые фортификационные укрепления и так далее. Ну, после последних взрывов, то активизировалась авиация на территории Крыма, и эта активизация связана скорее с демонстрацией местному населению, чтобы их успокоить. Реально поднялись панические настроения. Также следует отметить, что фортификационные сооружения уже не только на побережье и на административной границе, они уже более активно проводятся и в глубине Крыма, так фиксируются уже возле Феодосии фортификационные, но это скорее как сдерживающее и психологическое, для психологического эффекта местным населением, что готовится полуостров к отражению атаки. Также следует отметить, что скопление вооруженных сил и техники уже они также отодвигаются вглубь Крыма, потому что боятся прилетов, которые были в последнее время с помощью беспилотников. Если говорить еще о последствиях этих взрывов, которые прозвучали в Джанкое и в районе Севастополя, мы знаем, что согласно официальным сообщениям Силы обороны Юга Украины была повреждена узловая станция в Джанкое. Расскажите, насколько действительно сейчас еще милитаризован остров и везут ли новую технику по Крымскому мосту из Краснодарского края? Ну, в последнее время мы не фиксируем, ну, в открытых источниках перемещения военной техники, особенно это было раньше фиксировалось и даже в начале года железной дороги, то этого нет. Также мы можем подтвердить, что говорится в социальных сетях о том, что количество передвижения активно сейчас ограничено на Джанкое в связи с последними прилетами. Что касается личного состава, фиксируется большое количество, но это из-за того, что Крым фактически у них как место для проведения смены личного состава, который выходит из зоны специальной военной операции и отдыха. Кроме того, также привозят, ну, уже не в таких объемах, как было раньше, это мобилизированных, где их также потом в дальнейшем используют в специальных военных операциях. И давайте с вами обсудим, в Крыму враг мобилизуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Мы видим, что и новая волна раздачи повесток началась сейчас в России, во многих городах. Денис, расскажите, как проходит, собственно, эта незаконная мобилизация на полуострове? Хватает ли людей на улицах? Следует отметить, что также сейчас фиксируется и нехватка врачей, так очереди сейчас большие в Севастополе и Симферополе. Это как раз из-за того, что врачи являются одним из приоритетов при мобилизации, и их нехватка. Также фиксируется нехватка работников сферы обслуживания, которые также активно мобилизируют их и в Севастополе, и в Симферополе. Что касается мобилизации, то эксперты говорят, что даже волна упала, но ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизируются на территории Российской Федерации. По информации представителей Меджелиса, то новая волна мобилизации ожидается в начале апреля, и по их информации больше половины повесток хотят распространить именно среди представителей крымских татар. Но это не так с целью, как их привлечь, а с целью того, чтобы давление их заставить в Крымский полуостров, поскольку они опасаются, что крымские татары могут быть основой при вхождении ЗВУ на полуостров. Денис, ну и на прошлой неделе разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений Путин побывал в Крыму, после этого уже побывал в Мариуполе. Что скажете об этом визите? И вот такие визиты, учет им тоже ведь стоит вести? Это ведь, по сути, незаконное пересечение украинской границы. Ну, следует отметить, что на этот визит была реакция Украины непосредственно Министерства иностранных дел. Это фактически визит был пропагандистским, поскольку сначала его анонсировали, потом, чтобы уменьшить привлечение внимания к этому визиту, сказали, что визита Путина не будет, и местные жители вообще не обратили на него внимания и узнали о визите Путина спустя несколько дней, когда появилась информация в средствах массовой информации. Ну и следует отметить, что этот визит, это не визит был поддержки, как все рассчитывали, что Путин поддержит местное население военных, а это был визит, скорее, демонстрации Путина своим элитам, что он не отказался от Крыма и демонстрации международному сообществу. Ну, этот визит он совершил не так, больше как с демонстрацией, а как от страха, что он уже теряет контроль над ситуацией. Также этот визит продемонстрировало то, что есть раскол во внутренних элитах, также на территории Крымского полуострова, поскольку, кроме Разважаева, не был приглашен глава, так называемая глава Крыма, Аксенов, он не присутствовал на этом мероприятии. Поэтому видим, что кроме проблем наверху, есть и проблемы, и фиксируются на территории временно оккупированного Крыма. Да, вы знаете, сейчас российские пропагандисты, они очень расстроены будущим наступлением вооруженных сил Украины. Оно будет, и наши территории, конечно же, вернутся в состав нашего государства, и они, в принципе, находятся в составе нашего государства. Ну, вот действительно хороший титул у нас, это было прощание Путина с полуостровом, потому что Крым будет освобожден, и в этом уверены вооруженные силы Украины, и мы все. Но, Денис, мы помним также, что и многие другие личности Российской Федерации, в частности эстрадные, так называемого шоу-бизнеса, представители побывали с концертами в России, приезжали туда, и другие россияне ездили отдыхать. Скажите, ведется ли учет этих нарушителей? Они на карандаше? Ну, тут это вопрос к правоохранителям и специальным службам, но когда мы такую информацию получаем, как представительство, мы ее отправляем и правоохранителям, и специальным службам для возбуждения уголовных дел и дальнейшего рассмотрения этих ситуаций. Кроме того, мы, как представительство таких лиц, также стараемся привлечь их к санкционной политике, поэтому мы направляем соответствующим органам, которые как раз и принимают участие в формировании санкционной политики, именно к таким личностям. Знаете, мне понравилась вчера формулировка фейковой власти Крыма. Они обещают, что летом пробок на подходах к Крымскому мосту уже не будет. Обещают, говорят, что это связано как-то с модернизацией досмотров, но, я так понимаю, пробок не будет к лету, потому что все, кто хочет, тот покинет уже остров к этому времени, из россиян приехавших. Ну, следует отметить, да, что интерес вообще к отдыху к Крыму, он падает, и в связи с последними событиями, и вообще с конца прошлого года. И здесь скорее следует отметить, обратиться к жителям Крыма, что Российская Федерация их рассматривает как живой щит, и им уже следует ознакомиться с информацией, как себя вести во время боевых действий, и когда они будут, чтобы минимизировать всяческие потери и гибели среди гражданского населения. Украина, как сейчас, активно проводит пропаганду после взрыва в Севастополе и Джанкой, что говорят, что вооруженные силы направляют свое вооружение на гражданские объекты, но это не соответствует действительности направленности действий против военных, но также фиксируется, что активно, особенно на севере Крыма, для сохранения вооружения и техники и личного состава используются именно гражданские объекты. Поэтому обращаемся к жителям Крыма, чтобы они ознакомились, где у них находится убежище, привели их в порядок, и вообще ознакомились с порядком. Потому что даже сейчас, когда после взрыва местные жители начали интересоваться, что же с убежищами, потому что интерес к ним упал после летнего периода, то отмечено, что вся показуха, которая проводилась оккупационной администрацией, она и так и осталась. То есть ничего не было приведено к надлежащему порядку. По гражданским объектам бьет только лишь Российская Федерация. Все мы помним и видели вчерашние кадры Запорожья, удар по дому, 34 человека пострадали, один человек погиб, в том числе и трое детей сейчас находятся в больнице. Удар по общежитию в Ржищеве, 9 человек достали из-под завалов. Только Российская Федерация наносит удары по нашим жилым кварталам и домам. И, вы знаете, давайте еще обсудим о том, как работает сейчас на полуострове украинское движение сопротивления. Украинские партизаны пробрались на российскую базу специального назначения, побывали на территории и сделали несколько даже фотографий. У нас и есть они, мы сейчас их покажем. При этом охрана спецучреждения так их не заметила. Об этом сообщает партизанское движение АТЭШ. Окупанты, кстати, осознают, действительно, как вы считаете, что они вот под таким наблюдением, даже вот под наблюдением таких обычных украинских партизан? Следует отметить, что представители движения АТЭШ говорят и не только, что они проникают на военные объекты, но и их люди уже непосредственно служат и имеют доступ. То есть они уже готовы к более активным действиям в случае необходимости. Кроме того, в последнее время мы отмечаем ежедневное появление все новых фотографий с украинской символикой на временно оккупированном Крыму. Теперь она возникает не только в городах, но уже и в связи с теплым временем суток в разных местах, где проводят отдых крымчане, массово проводят отдых. Это демонстрирует о том, что, кроме того, что и само движение сопротивления, которое там и желтая лента, и крымские боевые чайки, и АТЭШ, также и обычные граждане, которые не имеют к этому отношения, также ожидают возвращения Крыма в состав, возвращения под контроль Украины и вхождение вооруженных сил. То есть это вызывает панику, и оккупационная администрация это осознает. Кроме того, уже был опыт у оккупационной администрации после освобождения Херсона, когда увидели, что активисты, среди активистов, которые принимали активное участие в движении сопротивления, были люди, которые активно общались с оккупационной администрацией, поэтому сейчас у них очень страх, что и эти активисты среди них тоже. Да, Денис, у нас есть еще кадры из Грушевки, это населенный пункт в Крыму. Сегодня появились кадры того, как в Грушевке развивается украинский флаг. Давайте посмотрим их. И скажите, пожалуйста, параллельно, вот насколько сейчас сложно работать партизанскому движению? Ведь мы неоднократно говорили в начале нашего разговора, что задерживают даже за прослушивание украинских песен. Ну, следует отметить, что да, активизировался контроль со стороны спецслужб российских и правоохранителей, так они уже массово устанавливают видеонаблюдение на обгороде. Кроме того, массово у гражданской одежды осуществляется патрулирование в местах скопления и вообще в городской местности именно для фиксации. Кроме того, в социальных сетях представители спецслужб координируют деятельность обычных людей по выявлению граждан Украины с проукраинской позиции, которые проживают в Крыму. Также в последнее время была распространена информация, которая касается, что даже по торговым точкам они собирают информацию про людей, которые покупают желтые ленточки и желтую краску. То есть это говорит об уровне страха, который сейчас существует среди правоохранителей и авиационной администрации в Крыму. Еще одну тему давайте обсудим. На днях в Великобритании заявили, что собираются передать Украине подкалиберные снаряды. В России традиционно началась истерика. Там это оружие назвали чуть ли не ядерным, говорили о новом уровне конфликта. Но это звучит из уст тех, кто уже год пугает мир, по сути, ядерным оружием. В нашем эфире представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов как-то говорил о том, что Россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и на территории Беларуси. Денис, что скажете о таком лицемерии со стороны российских оккупантов и о том, что в Крыму действительно может быть такое опасное оружие? Ну, это, как вы уже сказали, это больше вопрос Министерства обороны. Представительство в ходе мониторинга открытых источников, средств массовой информации, была информация о том, что оккупационная администрация расконсервировала объекты, где хранились при Советском Союзе ядерные боеголовки, и также могла провести их модернизацию. Но подтвердения этого у нас нет. Но тут также следует отметить, что запугивание сейчас не только ядерным оружием. Россия понимает, что они могут потерять Крым, и у них нету сдерживающих факторов. Они сейчас и запугивают ударом по Польше, как и логистический центр государства, которое поставляется в Украину военной технике. Также ударом по ГАГе в связи с тем, что оглашен арест Путину. Но тут также следует и проанализировать информацию, которая поступает в последнее время украинских СМИ. Это касается о том, что они расконсервируют танки 50-х годов. И это рушит миф о том, что у Российской Федерации достаточно современного вооружения для ведения боевых действий. Поэтому это все миф, который сейчас рушится, и они стараются всячески удержаться. Но это больше информационный фон, чем реальные действия. Денис, спасибо вам большое за ваши комментарии. Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго. Продолжение следует...